Прогуляться и подышать свежим воздухом, наверное, это практически все, чем можно заняться в Центральном парке культуры и отдыха. Аттракционы здесь есть, вот только расположены они в одной зоне и преимущественно катаются на них именно дети. Площадка для танцев тоже есть, но одна. Все остальное в парке – это кафе, забегаловки, спортивные площадки и тропы. Старожилы сразу вспомнят, чем была знаменита Рюминская роща раньше. Это – колесо обозрения. Местные жители говорят, что оно стояло с 60-х годов до конца 80-х. У него всегда скапливалась большая очередь, как детей, так и взрослых. Билет тогда стоил всего 10 копеек. Страшновато было, потому что поднималось достаточно быстро. И на самой высокой точке было жутковато, потому что все это раскачивалось, все это так шевелилось. Работал мотор цепочный. И как-то это так было немножко жутковато. Страх брал. Ну так крепко возьмешься за поручни, смотришь на ребят, тоже вроде так они, гляжу, побелели. Думаешь, ну не один ты такой. Краевед рассказал, что колесо обозрения практически не останавливалось. Люди выходили и заходили прямо на ходу, благо скорость была небольшая. На самой высокой точке человек находился около трех минут, считая подъем к ней и сам спуск. А с колеса можно было увидеть очень многое. Александр местный житель. Он, как и практически любой житель Рязани, катался на этом колесе обозрения. Пол Рязани было можно увидеть. Высотой оно было где-то метров двадцать. Бывали и казусы. Один раз механизм колесообозрения сломался, и горожане провисели в воздухе почти два часа. Половину людей тогда снимал приехавший наряд пожарных. Это был один из самых громких случаев того времени. А теперь от всех этих историй остались только четыре опоры, скрытых в земле. Если вот разгрести, вот она бетонная опора, вот, 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 болты спилили вот здесь, вот они, вот одна опора, напротив должна, вон там, видите, выворочена вторая опора, вон еще одна опора, вон там, и где-то здесь еще одна опора. Вот здесь вот колесо вот так крутилось. Александр рассказал, что в парке культуры и отдыха было около тридцати разных аттракционов. Стояли и качели на цепочке, и так называемая ромашка, и даже парашютная вышка высотой с девятиэтажный дом. Находилась она недалеко от колесообозрения. Аттракцион этот был только для взрослых. Билет, соответственно, стоил дороже – рубль. А теперь в парке культуры и отдыха остался только фундамент былого величия. Появились спортивные площадки, теннисные корты. Однако одна из самых высоких точек города канула в лету. Кстати, стоит сказать, что колесо в ЦПКО было не единственным на тот момент. Было два исторических колесообозрения. Сейчас у нас в пределах видимости еще одно колесо в сторону полян есть. Но это уже полностью коммерческая задумка. А вот в городе, в двух парках крупных, на противоположных концах города, на юго-западе – это гор-роща ЦПКО. А на севере – это парк имени Гагарина, где колесо было чуть поменьше немножко. Но тоже вот с него весь Приокский, Дягилево хорошо было видно, строящийся тогда Канищево. Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области недавно выступило с идеей вернуть колесообозрения. Вариантов для размещения несколько. Здесь как исторические места, так и новые. Парк имени Гагарина, площадь Ленина, площадь Победы, Центральный парк культуры и отдыха, а также сквер на улице Советской армии и ЗАГС на Московском. Все варианты только вынесены на народное обсуждение. Горожанам же остается ждать момента, когда можно будет увидеть город с высоты птичьего полета. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.